Воспитанники школ, их родители и педагоги. В День защиты детей состоялся двойной праздник. Стар строительства нового дошкольного учреждения в Новой Трёхгорке дал глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Здесь появится детский сад на 400 мест. Помимо самого здания, которое будет размером около 5000 квадратных метров, безусловно, будет благоустроена территория, удобные комфортные веранды, малые формы, спортивные площадки. В самом здании разместятся и пищеблок, и медицинский блок, и спортивные залы. В детском саду появятся три группы для малышей и 13 групп для детей от 3 до 7 лет. Это поможет снизить очередность. Новый детский сад планируют открыть к декабрю 2023 года. Кроме того, в Одинцове появится другой долгожданный социальный объект – новый корпус коррекционной школы «Надежда». Будет находиться здесь, на территории нашей восьмой школы и соединяться с основным корпусом на уровне второго этажа галереи. По сути, это полноценная новая школа, и дети здесь будут учиться в одну смену. Не в две смены, а в одну. Что тоже очень важно. На территории расположатся зоны для отдыха и занятий спортом, а помещение начальных классов выделят в отдельный блок-модуль, где будет 12 учебных кабинетов. Это значительно увеличит число учащихся, отметила директор школы «Надежда». Сейчас ребяток возросло количество, и мы очень рады будем новой современной школе, красивой, в черте города, удобной для ребят. Вы знаете, переполняют эмоции и большое счастье. Я очень благодарна администрации Одинцовского городского округа, потому что это самый невероятный подарок, который можно было сделать детям нашей школы на День защиты детей. Всего в Одинцовском округе заложили капсулы времени на строительство шести образовательных учреждений. Андрей Иванов отметил, что самое крупное из них будет в Звенигороде на 1100 учащихся. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.